книга открытым оком тема объединения том 21 вопрос 3448 что даст россии объединение патриархии зарубежной церковью по телевизору показывали как все было красочно и торжественно в храме христа спасителя и президент россии путин там был крестился рукой хорошо отвечает игнатий тихонович лапкин помпезности хватало и в царской россии до чем все кончилось называют 17 мая 2007 год день подписания акта о каноническом общении между московской патриархии и русской православной церковью за границей исторической дата и чуть ли не эпохальной в этом деле нет ничего сакрального божественного и может быть нет ничего обнадеживающего к лучшему не изменится ровным счетом ничего и не нигде не считая того что новые и новые общины будут появляться в разных юрисдикциях кому не по пути с патриархией этот процесс будет в более жестких формах потому что патриархия просто так не будет сидеть она начнет вмешиваться в зарубежные приходы епархии смещая неугодных через своих патриархия по-другому и не может будучи образована сталином берия в 1943 году дети своих родителей смуты будет больше и это тоже может от отсеяться это тоже поможет отсеяться зерну и отдует мекину я смотрел по телевизору как совершает крестное знамение митрополита лавр так что что-то на уровне живота некое махание отмахивание путин это лучше совершал крестное знамение хотя на лице чисто кгбевская непроницаемая мертвая маска чекиста проповеди о христе призыва к благовестию не было и не может быть благовестием не занимались и не будут утруждаться потому что окоснили уже более полутора тысяч лет тому назад своих не евангельского устроения монастырях совершили этот акт в день празднования вознесения на небеса господа нашего иисуса христа тут бы только и сказать истинно духовную проповедь но ничего кроме внешнего не было носили одежду и святыни переносили одевали раздевали как это все напоминает действовал в восточных пагодах особенно когда один патриарх остался сидящий на возвышении уже обряженный как главный далай-лама со своими мантрами от монгольского дал далай мор мудрости и лама титул первосвященника ламитская церкви в тибете церкви в кавычках не звука о христе и о библии следовало бы сказать в этот день что христос обещал не оставить покинутыми своих учеников евангелие то она 14 16 18 и я умолю отца и даст вам другого утешителя да прибудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами прибывает и в вас будет не оставлю вас сиротами приду к вам вот тогда то и был образован самим христом самый массовый монастырь вся церковь состояла из этого десятидневного монастыря деяния 1 глава 4 5 8 9 стихи и собрав их он повелел им не отлучайтесь из но ждите обещанного от отца о чем вы слышали от меня ибо я крестил водою а вы через несколько дней после сего будете крещены духом святым но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями в иерусалиме и по всей иудеи и самарии и даже до края земли сказав сием поднялся в глазах их и облака взяла его из вида их это и были последние слова последний наказ искупителя желающего всех спасти евангелие от марка 16 глава 15 19 20 стихи и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари итак господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную бога а они пошли и проповедовали везде а об этом то не было сказано ни пол слова и этим наказом христа не занимались ни в московской патриархии ни в русской православной церкви за границей никогда через десять дней обещанный дух святой сошел и их общий монастырь было закрыт навсегда апостолы пошли во все концы вселенной вот к этому и не призывали в православии вообще никогда потому вымирали и оставалась одна кожура одно красивое богослужебное обрядоверие проповеди о христе нет значит нет спасения нет рождения свыше а царствует смерть римлянам 1017 и так вера от слышания а слышание от слова божия лука 9 6 они пошли и проходили поселения благовествуя и исцеляя повсюду деяния 8 4 между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово кого избрать в российского царя помогут ли варяги спастись опеченегов и во царят саула но выйдет только зря и тройка опрокинется с телегой никто не думал даже не гадал что рядом с ними в этом вот мальчонки бог усмотрел царя а не жидов кагал глазах родных давид прослыл никчемным но бог но иегова зрит на сердце в глубины зрит и прозирает вдаль врагам не устоять задаст им перцу все для своих а не другов не жаль но столько вытерпеть гонений из китании пришлось в бегах скрываться псалмопевцу со всех сторон наплыла по китаю не доживешь до половины пенсии его переживания по псалмам без бренщины тоской беспредельной он богохульником шутя хребты ломал не утешался даже и в постели искал он близости потерянного бога ему он жаловался истого и стошно писал и пел слезой особым слоган и сравнивал себя с плохой вошкой не человек а червь и вдруг цари царь предыдущий разминулся с правдой в истории давида не в самый в истории давида самый корень зри он учит нас как истовый прапрадед не знаю если кандидат в цари готовый выжить все что не по слову быть может отрок умный как старик как соломона случай не уловит с молитвой теплой до царя царей себя проверим с библии сверяясь и бог пошлет дубину на зверей да не окажемся с побитыми зверями 10 мая 2007 год игнатий лапкин давида